Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первому посланию Коринфянам, первоверховного апостола Павла. И сегодня мы будем читать и исследовать восьмую главу этого послания. Открывайте ваши домашние Библии, держите их перед глазами и следите по тексту. Это очень важно. В этой главе апостол отвечает на другие вопросы, которые ему задали коринфяне, а в частности об употреблении в пищу идоложертвенного, то, что было посвящено и освящено в какой-то другой религии. Первая тема. Намекая на причину возникновения этого вопроса, Павел предостерегает их против непомерно высокой оценки собственного интеллекта. В этом всегда скрывается какая-то опасность, когда человек завышает свой интеллектуальный потенциал. Это с первого по третий стих. Второе. Он утверждает, что идол – ничто. То есть никакая духовная реальность за тем или иным идолом, она не скрывается, ну, кроме бесов. Он утверждает, что Бог един и что Христос является единственным посредником между Богом и человеками. Об этом он рассуждает с 4 по 6 стих. И последняя тема этой главы, третья предупреждает их, что хотя вкушать идоложертвенное не противозаконно, так как идол в мире – ничто, однако необходимо считаться с мнением немощных и братьев, и сестер, которые как-то иначе к этому могут относиться. Это с 7 по 13 стих. Глава небольшая, всего 13 стихов. И мы читаем первый стих. «О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания, но знание надмевает, а любовь назидает». Почему он так пишет, что знание надмевает, а любовь назидает? Разве мы не являемся учениками в школе Иисуса Христа? Разве апостолы не назвали Иисуса Христа учителем? Конечно, да. И христианин – это человек, который учится всю жизнь. Как апостол Павел писал Тимофею, занимайся чтением постоянно. Как ни приду к тебе, занимайся чтением. И это очень важно. Знание отличается от самоуверенности, когда человек чувствует, что он как бы все знает. Это очень опасное чувство. Оно надмевает человека. Поэтому даже очень образованные люди в богословском смысле не должны бояться говорить «я этого не знаю». Я должен посмотреть, и тогда я смогу вам ответить на ваш вопрос или на какое-то ваше недоумение. Знание надмевает, а любовь назидает в любом случае. Когда мы воспринимаем вопросы, которые нам задают, не в том смысле, что это какая-то очередная провокация, да даже и так. Христос сказал «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих». Блаженный Августин пишет «Слова эти нужно понимать не иначе, как в том смысле, что знание полезно лишь тогда, когда есть любовь. Без любви же оно, то есть знание, надмевает, то есть приводит к безмерно напыщенной гордости». Это высказывание Августина мы берем из его работы о Граде Божьем. Это целая система, огромные произведения, где рассматриваются многие вопросы. Далее Павел пишет 2-3 стих. Здесь на самом деле во 2-м стихе видна аллюзия с высказыванием Сократа, то, что Платон доносит о Сократе. Сократ говорил «я знаю, что я не знаю, но некоторые и этого не знают». То есть человек не может знать все. И Сократ или Платон за Сократа так выразил эту идею. А Павел, как бы отталкиваясь от этой идеи, кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, так, как должно знать. А такие же фразы, они были на слуху у эллинов. И Павел часто использует скрытые или даже открытые цитаты, как иногда он говорит. И один из ваших стихотворцев сказал. И приводит цитату. Но 3-й стих. «Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Да, любовь к Богу – это уже есть форма познания Бога. И такой человек получает знание от Бога. Но знание от Бога дается в той мере, в какой человек может вместить это знание. Поэтому, если говорить о ветхозаветных людях, они не понимали тайну Святой Троицы. Хотя прикровенно она как бы открывалась им. Это видно в ветхозаветных текстах. В истории христианства был период, когда говорили больше о Боге Отце и Боге Сыне. И потом тема о Боге Духе Святом и споры, которые были вокруг этой темы. Таким образом, знание прогрессирует. И в книге «Притч» сказано, что жизнь верующего человека – это как стезя, которая становится все светлее и светлее до полного высияния дня. Блаженный Августин пишет, Павел говорит, кто любит Бога, тот познан им. Здесь Августин использует свой перевод. Здесь ведь не сказано, тот познал Бога. Потому что никто не может до конца познать Бога. Что было бы опасным утверждением. И в другом месте он замечает, но теперь вы знаете Бога. Но тут же прибавляет, точнее, Бог знает вас. Это мысль Августина берется из его бессмертного трактата о Святой Троице, о Троице. Таким образом, третий стих. «Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». То есть он не может, человек, всецело постичь Бога и обладать всецелым знанием. Для этого ему надо было бы стать Богом. Все знание мы получаем от Него, но Он дает нам в той мере, в какой мы можем вместить. Далее, с четвертого стиха и ниже. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного. Идоложертвенная – это пища, которая приносилась язычниками в храм. Там освящалась, как бы предлагалась Богу. Или они могли даже в храм ее не носить. У них были домашние такие башки, идолы маленькие. Предлагали им эту пищу. И потом сами ее ели, как бы участвуя в трапезе этих богов, этих идолов, которым предлагалась эта пища. Нечто подобное делают кришнаиты. Они имеют такую программу, она называется «Пища жизни». Они посвящают Кришне вот эту пищу и потом раздают ее, как некий просад. И люди, вкушая эту пищу, как бы приобщаются к Кришне. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного. «Мы знаем, что идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого». О чем это? Павел говорит, что нету никакого там Кришны, нету Вишну, нету этого Зевса, нету этой Артемиды. Ничего этого нету. Но словами «идол в мире – ничто» он саркастически намекает на то, что и сами язычники серьезно не относятся к своим богам. Действительно, в те времена язычники писали комедии, где осмеивали своих богов. Но при всем при этом они требовали выполнять ритуальную часть всех вот этих гражданских предписаний, связанных с идолопоклонством. Павел понимает, что нет никаких этих богов, которые могут там взять пищу, там осквернить или что-то еще. Павел не манихей. Это манихейская глупость утверждать, что в природе есть что-то нечистое само по себе. Нечистым является только произволение свободное, которое направлено против воли Бога. А все творение Божие хорошо весьма, как сказано в Библии. Если бы мы сказали, что какая-то часть творения осквернена, нет другого осквернения, кроме греховного решения. Все в природе остается чистым. И Иоанн Дамаскин настаивает на том, что и природа дьявола, и падших ангелов, бесов тоже остается доброй и по-своему чистой. Искажено только их произволение. То есть их решение. Итак, об употреблении в пищу идола жертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, так называемые, или на небе, или на земле, так как есть много богов, ну, в смысле, много идолов, и господ много, и главенствующих богов много, но у нас один Бог, Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы им. То есть мы не признаем наличие каких-то других богов. Мы не чувствуем никакой угрозы от этих других богов, но есть проблема. Иногда за этими идолами скрываются бесы. Об этом говорится в Пятикнижии Моисея, в книге Второзакония и в Рассуждениях Павла. Августин Блаженный пишет, это цитата из его работы о Граде Божьем, «Из того, что человек создавал богов, вовсе не следует, чтобы сам создавший не подпадал под их власть. Когда через почитание входил в общение с ними, общение, полагаю, не с бессмысленными идолами, а с лукавыми демонами», то есть которые скрываются за этими идолами. «Ибо что представляют собою идолы, как не сказанное тем же Писанием, если у них глаза не видят». Тут ссылка на 134-й Псалом, 16-й стих. «И что вообще следует сказать о всем подобном, что как бы искусно не было сделано, жизни и чувства лишено». То есть идол – это не опасность. Опасность – то, как бесы и демоны могут использовать суеверия, связанные с идолопоклонством. Поэтому, когда христианин говорил, повторяя слова Павлу, что идол в мире – ничто, во-первых, никто серьезно не воспринимает их, даже из язычников, и христиане понимают, там нет никакого Меркурия с крылышками на сандалях или там Аполлона с арфой в руках. Павел далее пишет. «Но не у всех такое знание». То есть кто-то боится идолов, даже став христианином. Не демона, который прячется за идолом, а демоны, они везде могут присутствовать. Это такая реальность. «Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне совестью признающие идолов едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется». Здесь апостол Павел пишет, на самом деле, о христианах, которые понимают, что есть опасность вкушать идоложертвенное. Павел не видит этой опасности. Пища есть пища. Пища освящается молитвой и Словом Божьим. Но позже в церковных канонах вкушение идоложертвенного будет приравнено к отречению от Христа. И это будет сделано ради немощных братьев наших. «Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне совестью признающие идолов едят идоложертвенное, как жертвы идольские. И совесть их, будучи немощна, оскверняется». Зачем тогда они едят? Пищи нету. Ведь язычники делали благотворительную раздачу идоложертвенного рядом с храмом. Как и Кришнаит, вот эта пища жизни, это для бомжей. Когда я был на Чеченской войне несколько раз, они там участвовали с этой программой, кормили всех подряд. Павел пишет, «Пища не приближает нас к Богу». А как пища может нас там приблизить к Богу? «Ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем». То есть в духовном смысле здесь нету ни потери, ни приобретения. пища для тела. И мы читаем то, что записано в Евангелии от Матфея, 15 глава, 16-19 стих. «Иисус сказал, «Неужели и вы еще не разумеете, еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст, из сердца исходит, сие скверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления». Конец цитаты. Ефимий Зигабен, древний византийский экзегет XII века, пишет, «Все это нужно читать выпросительно». Марк, имеется в виду 7 глава, 19 стих, сказав, «И афедроном исходит», то есть через задний проход, «присоединяет, истребляя всеображно», то есть чистое оставляя, то есть когда мы едим пищу, то, что пригодно для тела, оно воспринимается телом и через кровь обогащает наш организм, поддерживая существование, а все, что непригодно и не несет в себе ничего полезного, афедроном исходит. «Нечистота, о которой выше было сказано, выходит в афедрон, а вся чистая пища остается внутри, разумеется, сколько удержит природа». То есть природа тела, она знает, что полезно, что нет, и то, что не полезно, оно отвергается и покидает тело. «Блаженный ироним Стридонский, у еретиков и развращенных людей все евангельские места исполнены соблазнов», то есть их все смущает. И вот на основании такого представления некоторые злословят, будто Господь, несведущий в решении вопросов естественных, думает, что всякая пища направляется в желудок и потом выбрасывается вон, хотя в действительности принятая пища разливается по членам, жилам и венам до мозга костей. Поэтому многие вследствие болезни желудка, поддерживающие непрерывную рвоту, хотя тотчас же после обильного вкушения пищи и выбрасывают то, что ввели в желудок, однако бывают полными, потому что в действительности более жидкие яства и питье при первом соприкосновении с членами разливаются по ним. Но такого рода толкователи, желая показать неведение другого, обнаруживают свое собственное невежество. В самом деле, ведь даже тонкая влага и жидкая пища после своего переваривания и растворения в членах и жилах направляется в нижние части через незаметные отверстия тела, называемые угреком, соответствующим словом, и выбрасываются в уединенное место. Пища – это не процесс, связанный с душою. Это процесс, связанный с существованием организма и поддержанием его сил. Но оскверняет произволение. Ну, например, Бог дал заповедь. От дерева познания добра и зла не вкушайте от него. В чем же грехопадение? В том, что они нарушили пост и да, и нет. Падение, грехопадение в их неприятии воли Бога, когда они змею поверили больше, чем творцу, создателю, и вкустили от запретного плода. То есть ничего материального не может осквернить нас. Это суеверные манихеи так учили. Напротив, все приносит нам благо, если используется разумно и с правильным намерением. Павел продолжает рассуждение. Берегитесь, однако, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Да, вы знаете, нет никаких идолов. Точнее, эти болванки каменные есть, мраморные, вылитые из бронзы, но за ними ничто не скрывается. Берегитесь, однако, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных, а немощные считают это опасность. Ибо если кто-нибудь, пишет Павел, увидит, что ты, имея знания, сидишь за столом в капище, ну, пришел в капище, они тебе там предложили поесть, ты там диспут проводишь с ними, но кто-то немощный, увидит, что ты сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли его, есть идолы жертвенные? Он подумает, ну, если вот он ест, может, и я сяду, поем. Но для него-то это какая-то реальность. «И от знания твоего», то есть ты правильно понимаешь, «и от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа». Ведь церковь – это тело Христово, и грех против любого брата – это грех против Христа, который есть глава церкви. «И потому, если пища соблазняет брата моего, то есть идоложертвенная, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». А почему тут вопрос именно о мясе? Иногда идоложертвенное мясо кто-то, те же самые жрицы, чтобы не раздавать просто так, относили на рынок и там этим торговали. И апостол Павел готов вовек не есть мясо и в другом случае не пить вина, если от этого есть соблазн для братья. Потому что иногда вино посвящалось Дионису, божеству античного мира, который как бы отвечал за пьяные вакханалии. И смотрите, что пишет Блаженный Августин. «Ради других от подобных вещей должны отказываться и более крепкие веры, считающие, что при большей вере этим следует пренебречь, зная, что все чисто, кроме нечистой совести». «Все чисто, кроме нечистой совести». Это как раз заголовок сегодняшней беседы. Слова Блаженного Августина. И на этих словах мы окончим нашу сегодняшнюю встречу. Глава содержит в себе всего 13 стихов. Мы их с Божьей помощью рассмотрели. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok